Пасхальные газеты и плакаты на тему Великой Отечественной войны, мягкие игрушки в виде кроликов, гнезд и цветов, предметы декоративно-прикладного искусства и другие поделки, символизирующие православный праздник. Все это создано руками детей. На счету более 200 работ. Таков итог благотворительного проекта «Вестник добра». По замыслу организаторов мероприятия, часть поделок, плакатов и рисунков будут подарены жителям Дома ветеранов, тем людям, которые прошли через тяготы и лишения, через страх и ужасы войны. Людям, благодаря которым мы живем в свободной стране. Сегодня наш благотворительный проект стартует именно на этой площадке, в Доме ветеранов. Неспроста, потому что здесь и проживают наши уважаемые ветераны, люди, которые имеют прямое отношение с годом Великой Отечественной войны, те люди, которые прошли эту войну, те люди, которые пережили ее, и даже узники. И такие люди здесь проживают. Поэтому сегодня мы награждаем детей за лучшие работы. Это идет такая акция, это очень полезно. И идет преемственность поколений. Встречаются три поколения. Старшие, средние и молодые. И все хорошее, все приятное, все передается нашим детям, чтобы они жили мирно, под мирным небом. Послам представителей жюри выбрать лучших из лучших было очень сложно. Все работы достойны внимания. В итоге на сцену с дипломами вышло около 50 участников. Тех, кто занял призовые места в своих номинациях. В их числе Юрий Хаританович, учащийся средней школы номер 37. Я представляю фотографию, узнал об этом конкурсе, о благотворительном конкурсе, решил принять участие, чтобы поздравить ветеранов здесь 9 мая. Я думаю, это очень важно. После торжественной церемонии награждения победителей и праздничного концерта участников ждал сюрприз. Сейчас ветеранами Великой Отечественной войны, узниками и семьями погибших. Это одна из составляющих благотворительного проекта «Вестник добра», который на этом не закончится. Творческие работы, созданные руками брестских школьников, будут подарены людям, которые 71 год назад завоевали победу и мир для своих потомков. Нам, как учреждению дополнительного образования, очень приятно, что школы ведут свою воспитательную работу в правильном направлении. Когда понятие благотворительность существует в нашем обществе, когда оно оправдывает себя, когда мы в воспитательной работе наших детей закладываем вот то самое важное – милосердие, уважение, уметь отдавать, наверное, мы делаем свою работу хорошо. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».